здравствуйте коллеги здравствуйте мы сегодня хотим поговорить с маркетологом антоном клюевым по особ саря побежит о сайтах о продвижении ветеринарных клиник в интернете и хотим задать вопросы с чего начинать до каким образом продвигать но вашу клинику или какой-то ваш наверно может если вы ветеринарный врач занимаетесь индивидуальной частной деятельностью да как вас как как продвинуть себя в качестве ветеринарного врача наверное вот такой вопрос самый главный пожалуй единственный потому что на самом деле в медицине и ветеринарии большинство врачей считают что если я хороший врач то все должно само прийти клиенты должны как-то обо мне узнать все должно произойти самостоятельно просто потому что я хороший врач отчасти это правда так и есть да то есть если врач действительно делать какие-то уникальные вещи его так или иначе все равно находят до клиенты и пациенты если это медицинский врач но по большому счету так как ветеринария у нас развивается и только начал развиваться многие клиенты да они просто не знают что та или иная услуга в принципе может быть оказана по моим случаям по крайней мере да те которые происходят вот моей практике именно так и происходит многие спрашивают а это вообще можно сделать а можно ли там удалить опухоль мозга а можно ли там там полечить средний отит да или или еще что-нибудь такое вот и на самом деле врачам очень сложно продвигать себя на потому что абсолютное большинство врачей совершенно не понимают как это делать ну вот собственно говоря поэтому антон у нас первый вопрос с чего начинать да как сделать так чтобы о ветеринарном враче о его замечательных достижениях узнал народ узнал общество узнали ну клиенты и наверное еще и коллеги тоже да вот с чего начинать ну если мы говорим про индивидуального врача например про одного человека да либо небольшое количество людей не проведет клинику тут история построение наверное личного бренда больше то есть получать отзывы о клиентах сделать какую-то страничку о себе чтобы была какая-то соцсеть информация о себе и пытаться делать какую-то рекламу начинать чтобы больше людей узнал а в каких сетях на сегодняшний день ну на ваш взгляд лучше делать свои странички тут наверное нужно на аудиторию свою ориентироваться если бы или я рекомендовал наверное это вконтакте тот же самый возможно инстаграм но там теперь меньше людей и наверное все плюс еще какой-то небольшой сайт небольшой сайт это одна страничка лейдинг где будет написано грубо говоря человеке какие услуги выполняет что он может сделать где он находится где будет отзывом то есть короткая информация вот сжата и очень важно скорее всего скорее всего очень важно дубль гис яндекс карты чтобы были отзывы от реальных людей то есть нужно всеми силами собирать отзывы чтобы люди их оставляли которые уже получить услугу у человека в яндексе яндекс карты дубль гис фланг и вот эти вот все все остальные сети twitter x который теперь называется фейсбук как как вы к ним относитесь но если мы говорим про россию то скорее всего это варианты будут с небольшим трафиком из очень небольшой аудитории я не думаю что стоит распыляться на такие соцсети если у человека есть отдельный специалист который будет этим заниматься то возможно но я очень сомневаюсь что там будет какой-то какая-то отдача существенная арутуру рутуб тоже я не вижу в нем смысла пока почему потому что там мало аудитории по сравнению с тем же ютубом яндекс зен яндекс зен ну тоже такое почему вообще история про яндекс зен и вот такие штуки про блоги которые больше связаны с увеличением охвата они встраиваются в работу специалиста и общей компании тут даже больше про компанию когда есть бюджет на скажем массовую рекламу потому что блок это как бы на очень большое количество людей и не факт что они станут клиентами не могут быть из другого города вообще из другой стороны просто по-русски говорить понимание случайно что-то увидели они скорее всего не закажут если про клиентов то это кто-то рядом должен быть локальное продвижение ну например наверное может быть зависит от того какая услуга да но если мы говорим про начинающих спиц ну не на то что начинающих про врачей которые работают например вызов на дом либо делают услугу в кабинете веткабинет то есть там какие-то скорее все простые услуги если один человек или там два если мы говорим править клинику то там расширяется так скажем количество методов продвижения потому что там уже будет больше вариантов поводу сайта для скажем так для ну знаете на самом деле для меня в какой-то мере политики являются но политики вообще скажем так каким-то на кого надо равняться у них обычно большинстве случаев есть какие-то страницы практически на всех а кстати бусте что насчет бусте тоже они как правило имеют свои страницы во всех соцсетях будут которые по крайней мере twitter но x там фейсбук который запрещен но тем не менее у них там они все эти есть страницы да ну и так далее так далее то есть вот и свой сайт у большинства так или иначе есть и надо ли вот вообще врачу делать свой сайт если он ну грубо говоря врач одиночка может быть затем почему я это спрашиваю когда-то мне мой друг очень много лет назад больше 20 лет назад на день рождения подарил сайт вот и но это было еще очень давно совсем давно 2004 наверное 2003 год тысячи пятый наверно лет 20 назад короче этот сайт он его начал заполнять там видео какие-то статьи размещать и потом когда начали делать сайт клиники вот этот мой личный сайт он полностью перекрывал вообще запросы ну по моей фамилии на новый до более-менее лучший сайт да поэтому вот я такой вопрос стоит ли вообще может быть все таки стоит не стоит в общем делать свой сайт потому что но по моей практике да получается еще жалею что у меня нет своего сайта да потому что на самом деле он бы остался и был бы уже там в течение 20 лет и на я думаю что количество просмотров было бы больше чем и на ю тубе и вообще где угодно и стоит ли начинать сейчас да ну делать свой личный сайт не знаю вот честно говоря это у меня даже у самого такой вопрос есть да потому что у меня много каналов что то есть но вот тем не менее стоит ли стоит могу ответить почему потому что сайт свой сайт это единственная площадка которая вам принадлежит страничка вконтакте аккаунт на инстаграме фейсбуке где угодно он вам не принадлежит то есть вы размещаете контент на какой-то площадке любой момент площадка может уйти сказать вам извините до свидания вы нам не подходите по каким-то причинам и вы останетесь без аудитории которую вы купили и без контента который у вас там есть в случае с сайтом то есть вы покупаете домен вы ставите его на хостинг и собственно все это 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 все ваши с этим можно работать всегда никто у вас это не заберет поэтому сайт это как инвестиция в свое если мы говорим про отдельно специалистов инвестиция в свой бренд получается это обязательная вещь мне кажется сейчас а если мы говорим про вообще стоит ли заниматься каким-то именно конкретно каналам вот твиттером контакте любым любой другой площадкой тут наверное самое с чего стоило начать это какая задача у специалистов если ему важно перед другими специалистами показать себя экспертом то ему нужно вот на разных площадках пробовать то есть он там делают один контент распространяет его на разные площадки и смотрит отдачу то есть если через он делает контент постоянно через 3-6 месяцев видится что на той площадке там у него 5 человек а другой там 300 человек скорее всего той площадке которые 5 человек нужно отказаться скорее всего или подумать об этом а если у него задача клиентов набрать то есть показать именно владельцам животных, что он вот такой классный специалист, который может делать там раз, два, три, четыре, пять и лечить определенные вещи. Тут уже другая история. Тут не нужно никакие там много-много каналов. Ему нужно набрать отзывов, ему нужно свой сайт, чтобы, ну, грубо говоря, просто показать его лицо, его там место, где он работает и какие он услуги может оказать, по какой цене. И, допустим, там группа ВКонтакте, чисто чтобы фотографии выкладывать, довольных пациентов и там веселых животных, счастливых. Вот и все. Как по мне. Да, скажите, еще такой вопрос еще интересный, на самом деле важный. Стоит ли какую-то свою частную жизнь показывать, сформулирую так, насколько показывание своей частной жизни, своих каких-то, ну, скажем так, каких-то внутренних там, занятий, вообще влияет на, то есть, ну, стоит ли это в своих соцсетях, настроенных на работу, показывать именно вот клиентам. Ну, потому что, насколько, грубо говоря, так, ну, например, я там плаваю с аквалангом, да, и в своей соцсети, например, в основном рассказываю о том, как я там лечу, да, а потом раз, и я показываю, что я еще и с аквалангом, например, плаваю, или там, ну, там, ножи метаю, или там, езжу там на лошади, или там на мотоцикле, грубо говоря, да, вот, насколько надо, вообще, надо ли это, хорошо это, или плохо, показывать какие-то свои личные, ну, скажем так, занятия какие-то, ну, я не скажу там, интимные какие-то вещи, как поехал в отпуск, например, или еще что-то такое, вот, насколько вообще надо свою внутреннюю жизнь показывать своим потенциальным клиентам, вот так, наверное, вопрос больше, или это просто должен быть какой-то новый канал, стоит ли смешивать личное с общественным, ну, вот, вот, вот такой вопрос, на самом деле. Тут бы, я, наверное, задал бы вопрос, как сказать, вот, самому себе, ради чего люди на тебя подписываются, то есть, если ты, ну, как специалист, да, рассказываешь, например, другим специалистам по своей сфере, как лечить, там, про случаи рассказываешь, там, такие-то истории, то люди подписываются на тебя, ожидая, что ты будешь им об этом рассказывать, то есть, они именно вот за этим к тебе пришли, они, им понравилось то, что ты говоришь, то, что ты делаешь, и они ради этого на тебя подписались. Если это владельцы животных, они подписываются, скорее всего, чтобы у них в закладках было вот о тебе, то, что ты вот специалист по определенной сфере, чтобы тебя не потерять в случае чего, если животному станет плохо. и я думаю, что показывать вот личную жизнь и свои увлечения не стоит. Можно сделать отдельный канал, где рассказывают, например, вот про погружение, про свои хобби, и если людям интересно, они будут отдельно подписываться и уже за этим следить. А насколько это помогает продвижению профессионального канала? Вообще, есть ли смысл, я почему спрашиваю, есть такой врач, ветеринарный американец, его, это у него есть, ну, наверняка, вы знаете его канал, разрушительное ранчо и ветеринарное ранчо. Понятно, что на разрушительном ранчо у него там подписчиков 5 миллионов, наверное, уже, на ветра ранчо у него там 3 миллиона. То есть, вот насколько, и он периодически, когда там рассказывает, как он там стреляет, взрывает что-то там, там машина переезжает, танком переезжает через машину какую-то и он периодически там рекламирует свой канал, вот это ведь ветеранчо, да, вот, вот у него вроде как получается или не пол, насколько надо, вот, насколько это поможет, ну, вот разрушительное ранчо, насколько оно помогает ветеранчо, как вы думаете? И вот так, наверное, можно спросить. Да, я думаю, тут вполне стандартная история с переливом аудитории. Ну, то есть, он же зарабатывает, скорее всего, с ютуба, с рекламы. На ютубе какая-то большая часть денег ему приходит, и ему нужно аудиторию увеличивать и рассортировать, чтобы она больше вовлекалась, соответственно, дольше смотрела его видео. Ну, если мы со стороны берем практическое, так скажем, как бизнеса получение денег, и он, соответственно, говорит другую аудиторию, ну, говорит своей большей части аудитории, что у меня есть еще вот такая история про ветеринарию и про животных. Если вам интересно, вы туда подписывайтесь, и получается, у него два отдельных канала, которые показывают отдельную рекламу этим людям, и получается, что контент более целевой, то есть и люди смотрят еще больше, получается, про ветеринарию и еще больше вот про то, что у него там есть. Он их, получается, перекидывает на другие каналы. Просто еще он потом может еще рассказать, что у меня еще есть там, например, какая-то соцсеть, где я там выкладываю какие-то интересные истории и подпишутся еще и туда. То есть он работает уже с текущей аудиторией и пытается ее рассортировать каким-то образом, чтобы получить с нее большую отдачу. Ну, то есть в его случае это работает. А в нашем случае, если ты начинающий ветврач, наверное, у тебя просто ресурсов не хватит, чтобы это все сделать, да? Я так правильно понимаю? Конечно, конечно. Это несравнимые вещи, потому что когда только начинаешь, у тебя ну ноль по большому счету. Ноль, и тебе нужно потихоньку этот ноль увеличивать в цифрах. То есть это долгая работа в том числе, то есть этим нужно заниматься и это, ну, вы сами знаете, что это история такая, в долгий срок. И тут нужно исходить, ну, я еще раз повторюсь, из своих задач. То есть для чего ты это делаешь? Чего ты хочешь этим добиться вообще? Клиентов, клиентов. Вообще клиентов хочу добиться. Клиентов. Вот. А если мы говорим про клиентов, это совсем другая история. Для клиентов это все как бы больше поверхностное. То есть это же когда человек хочет какую-то услугу, без разницы, любую, для него это решение какой-то задачи. У него появилась проблема, ему нужно ее решить. И вот он ищет, где это можно сделать. Он заходит, допустим, в Яндекс.Карты, там, заходит выдачу Яндекса, там, Гугла и ищет, кто там вылечит мою собачку. Там, ветеринарная клиника там в таком-то городе. И вот по вот этим вот так сказать каналам он находит этих людей. Соответственно, по Дзену или там, например, по группе ВКонтакте скорее всего человек искать не будет. Это уже будет первый отсев, ну, грубо говоря, кто ему подойдет. Это будет на основании отзывов, на основании как далеко от него находится клиника, ну, либо человек, который оказывает услуги. Если на этапе вот этом человек понимает, что клиника либо тот, кто оказывает услуги, находится далеко, либо отзывы у него плохие, либо ценник у него какой-нибудь очень высокий, человек отсеивает этого, как сказать, того, кто оказывает услугу и выбирает другого. А если он уже, например, понимает что вокруг него есть три клиники либо там три специалиста он уже между ними начинает выбирать именно по отзывам по ценам и в принципе как там в клинике когда он может попасть на социальную сеть может зайти на сайт посмотреть и вот на этом этапе он уже будет определять кому ему поехать не через сайт ну просто яндекс и google уже тоже может и сайт показать да да может может показать сайт то есть в этом случае наверно сайт получается предпочтительнее чем там не знаю youtube или еще что-нибудь нет именно место сайта во всей этой структуре потому что ну вот вы начали говорить что начнем соц сетей да то есть вид врач а они с создания сайта да ну то есть создание там вконтакте соц сетей и но другой стороны сайт это более такое железобетонная которая с тобой останется на всю твою жизнь пока ты будешь платить платить за хостинг да и так понимаю за домены и за хостинг попробую сформулировать смотрите сайт это как . сборки вообще в принципе это вот то место где люди стекаются со всех мест где есть упоминание о клинике дамом мышцы если 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 говорим про клинику либо про человека то есть у него есть отдельно там группа вконтакте он отдельно делает рекламу яндекс директ у него отдельно есть там страничка аккаунт на дубль гиз аккаунт на яндекс картах и вот с этих мест везде ссылка на сайт сайт всегда является тем местом куда человек приходит но обычно обычно то есть когда человеку мало информации например там того же самого дубль гиз либо с группы вконтакте он хочет например узнать что-то больше знать про цены например узнать про врачей которые там работают в клинике он переходит на сайт всегда с той же рекламы всегда переходит на сайт а обычно делают так и поэтому сайт является важным инструментом в плане взаимодействия с человеком и что там будет на этом сайте написано и какая информация там будет показано на видео на фото она в том числе будет решать поедет ли человек вам или нет несколько там чисто и опрятно там отзывы люди там ходят улыбающиеся или нет там что там вообще происходит клинике какой там ценник и это вот все ну и где она находится одно из важных факторов человек не поедет в городе миллионники из одного конца в другое если там ему нужно поставить прививку собаки первый раз например ему потому что будет посмотреть более важно посмотреть что отзывы нормально и вроде ценник там как у всех и вот я поеду вот сюда значит а сайт то есть это понимаю что нужно делать сайты его в этом продвигать до через всякие соцсети если эта клиника а если это вид врач просто из-за того что недостаточно ресурсов начинать сайта ну смысла нет да как раз бы вот если мы говорим на на старте что клиника что отдельный специалист он вот только начинает все он понял я буду указывать услуги то есть либо клиника вот она открылась либо открывается решил владелец поставить нужно получается всегда любой он бесплатный платный там coin на конструкторе без разницы чтобы была информация о человеке сайтами начинаете да да ну это проще всего почему потому что у у тебя уже будет информация на которую могут прийти люди то есть максимально так скажем если это будет одна страничка там будет информация максимально не то что подробно а показывающие вообще что можно какие услуги можно получить и что вообще из себя представляет человек либо клиника а вот вообще самым и история с социальными сетями с видео заигрыванием с аудитория да если можно так сказать об этом это все история тогда когда есть рост так скажем и вот если есть давайте вот так изначально если задача привести клиентов и привлечь клиентов то история с smm она скорее всего не нужна почему потому что человек надо будет тратить во первых время ему нужно это все поддерживать если это все не поддерживать она все не работает и на первоначальных этапах там даже первый год мы это скорее всего не нужно соцсеть будет нужно для чего чтобы там сделать пост про услуги например посты по услуге что вот мы такая-то клиника или там я такой-то специалист нахожусь вот здесь вот или катаясь вот по городу то есть какие услуги я оказываю чтобы собирать отзывы в том числе чтобы говорить про какие-то свои акции все больше там ничего не нужно история про блоги там история про как там поставить прививку как там вылечить там какие-то истории со здоровьем животных это все потом это все потом когда специалист перерастает в клинику когда ему когда он понимает что у него есть запас на то чтобы открыть собрать команду и открыть клинику то есть в таком случае когда он открывает 1 2 3 5 10 клинику и у него ни в одном городе уже есть эта клиника уже можно делать вот такую историю про блоги потому что охватом по всей россии ну и русскоязычный в принципе охват и они не станут клиентами скорее всего это уже история про что начинается развитие своего бренда про увеличение лояльности текущих клиентов что они видят что да там клиника большая что они занимаются просвещением они показывают как там правильно что делать они не боятся вообще открыто говорить на камеру и показывать там свое отношение к чему-нибудь все это история мне кажется больше вот такая то есть потом уже да я считаю да потому что человек потратит если он один либо на либо клиника которая только стартовала потратит лишнее время которое нам поможет потратить на улучшение текущих услуг на например выстраивание выстраивание процессов в самом бизнесе например да то есть но ему нужно еще же лечить человеку или там принимать пациентов разговаривать с пациентами то есть нужно разговаривать со своими врачами с коллегами нужно там администраторы там что-то с ним тоже делает там выручку считает нужно там покупать медикаменты все остальное тоже такое такая головная боль что туда еще если с вами добавить то можно вообще с ума сойти вы знаете это хорошо что об этом сказали а было тут на конференции но для врачей как раз для медицинских врачей двухдневная санкт-петербурге ну достаточно большая много было спикеров и вот там позвучала такая мысль о том что тик ток доки доктор да если он хороший в тик токе не значит что у него много пациентов то есть он это вот то есть я может быть огромное количество подписчиков миллионы подписчиков там в тик токе но там против токс ловида а при этом реальных клиентов которые к тебе реально приходят может быть мало то есть вы тоже с этим согласны или нет да да это вот абсолютно то та же самая история ты тебя могут много людей знать но если ты работаешь например в самаре а знают о тебе по всей россии ты как бы клиентами ты будешь ограничен лишь в самаре то есть количеством тех людей которые рядом поэтому история с выращиваем личного с выращиванием личного бренда это хорошо но и вообще про показывание того что клиника как бы такая что она делает то все и делает хорошо она работает да есть трафик тоже . да уже многие знают они когда уже есть какой-то поток пациентов и сформированная сарафанная радио ну когда уже есть своя база клиентов большая к ты можешь уже работать на лояльность то есть увеличивать лояльность таким способом потому что миллионы просмотров на ю тубе и в тик токе одни тебе клиентов к сожалению миллионы не принесут не получается по крайней мере ветеринарная клиника так не работает а тик ток вообще мы что-то о нем забыли как как что вообще как вы как соцсеть по сравнению с с другими там с ю тубом или еще с чем-нибудь контактом но тут нужно ведь подходить каждой соцсети или там к тому же ю тубу с таким подходом что люди туда приходят развлечься по большому счету отдохнуть то есть ты их развлекаешь и сказать то есть они не факт что перетекут тебе как клиенты да 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 это это такой развлекательный контент который не факт что перетечет именно в какого-то в реальные в реальный доход так можно сказать понятно скорее всего ну да то есть тик ток дольки тик ток доктор он хороший тик токе да ну наверное ну его будет там узнавать наверное не знаю просить расписаться если увидят на улице но в клиента превратятся немногие из тех кто его видит прям круто хотел вас спросить тогда когда по поводу сайта с чего начать с чего начинать делать сайт а ну пер хотел посетить помогаете ли вы я просто как раз можно показать да ваш канал ну да конечно вот покажете да вот здесь я посмотрел тоже есть много довольно таки видео вот но но наверно можно его смотреть да в качестве я веду понять что что делать с чего начать но я хотел бы спросить все таки с чего начать делать свой сайт если ты скажем так ветврач или у тебя маленькая клиника там из там 50 5 10 человек грубо говоря да как сделать свой сайт с чего начать куда бежать кому обратиться как понять кому обратиться и что делать надо что делать не надо ну так коротко в общем счетах с чего начинать предложение огромного я сделаю сайт за 10000 у тебя будет самый крутой сайт на всем во всем интернете я его продвину то есть предложение много но если ты в этом если ты бед врач те довольно сложно разобраться куда бежать еще делать вот вообще если есть ну вот допустим клиника только открылась сайта нет если есть время на это все либо есть в команде человек например администратор который может уделять там два три часа времени на то чтобы делать сайт поддерживать сайт сделать и поддерживать можно сделать все самостоятельно конструкторы есть типа тильды то есть они стоят недорого там месяц около 600 рублей если не ошибаюсь и либо 6000 рублей в год то есть платишь и у тебя по сути есть готовые шаблоны блоки такие с которых ты можешь собрать сайт себе если мы говорим что-то просто простое этого достаточно нужно купить домен подключить его к этой тильде и можешь уже сам сделать себе какие-то блоки там есть прям готовые шаблоны под ветеринарную клинику даже не будет конечно одинаковые там неказистые но это уже вот база на которую ты потом можешь что-то дальше делать это у тебя появится когда клиента уже увеличится когда появится бюджет на маркетинг бюджет на маркетинг а маркетинг в работе клинике он сто процентов будет нужен в определенный момент если если не за старта когда например денег мало а вот когда уже начнет начнется рост потому что клиентов нужно будет больше то есть ты уже будешь привлекать новых врачей тебе нужно их загружать тебе нужно больше посетителей вот тогда приходится в работу как раз маркетинг и на первом этапе то есть вот такой сайт скажем заглушка где будут фотографии твоей клиники либо место где ты работаешь где будет написан прайс твой что я оказываю там услуги вакцинация там узи что-то еще что-то еще где будет фотографии врачей которые работают там ну просто вот с телефона взяли сфотографировали выложили на сайт где будет карта как приехать и например отзывы на клиентах все получается вот раз два три четыре пять шесть там блоков нас на страничке и и уже можно сайт показывать людям вот то что я делал вот на том же самом ю тубе там есть бесплатные шаблоны которые можно вот взять для ветеринар клиники именно конкретно взять и использовать коммерческих целях без ограничений там же собственно я и говорю как это все можно настроить как это редактировать что где нажимать и как это вообще можно так скажем дорабатывать своими силами потому что самое сложное и дорогое что будет в этой истории это потраченное время то есть если есть ресурсы времени и людей на это внутри команды то можно делать все самостоятельно без проблем вообще собственно для этого я и сделал это все бесплатно это все доступно а так чтобы сайт содержал себе статьи например ветврач да вот у меня был был просто сайт когда-то мой личный конкретно да а у меня там были статьи которые я написал опубликовала там диссертация там у меня было да там видео операций я приносил это все своему другу который мне этот сайт подарил и вот он все это туда вот заливал да то есть на базе этой тилды это все можно делать или нет или это нужно какой-то как-то по-другому да точно там так чтобы там было ссылки на соцсети видео статьи возможность проводить например прямые эфиры ну как вариант например да то есть можно же на некоторые сайты ну там прямой эфир транслировать сразу ну то есть такие тоже не знаю что такое бывает вообще-то ну можно сделать запись если видео вставить ну как на ютубе вставляется ссылочка это нажимаешь и переходишь такое можно на ее базе да вот этой ну да то есть там можно вставлять видео фото но видео в смысле ссылкой то есть у тебя есть канал на ютубе например вставляешь ссылочку ссылку а прямо стримить стримить нет это это сайт на нем стримить не получится чтобы стримить нужно отдельный сервис вот тот же телемост по которым мы говорим либо там зумы либо там какие-то другие программы которые именно стриминговые на сайте такого сожалению не сделать по крайней мере на тильде такого встроенного функционала нет она каких то есть не знаете не подскажу потому что я не сталкивался еще с историей про стрима у нас тут вопросы появляются давайте ответим вопросы да конечно да на так в россии надо организовать целую систему и ветеринарной клиники и школы собачьи по социализации собак и хозяев тоже нужно создавать рабочие законы по урегулированию заводчиков но есть это наверное вопрос это просто да вот до пожелания пашут когда будет про ветеринарного психолога последствия на кого ветеринарного психолога у нас есть просто ветеринарный психу это очень важным то что нас есть ветеринарные маркетологи и которые понимают спасибо вам большое кстати за все ваши ответы да потому что вы с пониманием сути дела все вы говорите да потому что на самом деле это большая проблема маркетологи приходят и давай что-то там нести то что работает не в ветеринарии а других областях а ветеринария но в принципе не работает вот поэтому значит да значит здравствуйте сайт просто сделать он же так не работает сам по себе что посоветуете врачу который сам на себя работает кроме сайта вот еще вот такой вопрос ну в принципе уже немножко осветили но вот да сайт сам по себе не работает за ним им надо заниматься вот ну и вы уже говорили что инстаграм да и контакт ну а еще что-нибудь ну то есть вот да врач одиночка что что ему ну во первых наверное надо собирать отзывы отзывы это прям очень очень важная история то есть разве сделать аккаунт на яндекс картах на бальдисе и где еще есть в вашем городе агрегаторы прямо зайти в яндекс и гугл написать ветеринарная клиника отзывы и посмотреть какие сайт на каких сайтах есть отзывы там елф ламп и и там куча под которые есть в топ-20 там вам нужно желательно завести аккаунт и даже это будет излишне просто дубль кис яндекс и людей которым вы оказываете услуги как которые остались довольны просить оставить отзыв просто просить не нужно там ничего не давать ни денег ни каких-то промо-кодов просто вопросить что вот вы остались довольны пожалуйста ставьте отзыв мне будет очень приятно тем самым у вас будут копиться отзывы и люди будут вас находить в том числе на этих площадках кроме сайта и с вами как-то контактировать еще один момент если у вас есть бюджетная реклама вы можете запустить яндекс директ контекстную рекламу если у вас город городе не сильно большая конкуренция если москва-питер скорее всего это будет очень дорого и делать объявления рекламные либо самостоятельно либо с помощью каких-то специалистов на свои услуги конкретно чтобы по запросам вот которые вы делаете если там вы выездной врач то вот какие-то истории про прививки там или профилактику если у вас клиника то тесно про клинику и сделать там радиус 2 километра например от клиники чтобы те кто дальше объявление это не видели наверное я бы с этого начал то есть это контекстная реклама и это отзывики на третьем этапе например если это уже все сделали можно ту же самую сделать группу вконтакте если нет и там есть таргетированная реклама то есть рекламу запускать на тех кто находится в вашем городе и подходит под вашу целевую аудиторию например это женщины от там 25 до 70 лет то есть вы тестируете положили на аккаунт 10 тысяч рублей например протестировали отдачу и сделали выводы потом запустили еще одну рекламу по другим настройкам и так вот пусть постепенно постепенно у вас будут клиенты с разных каналов у нас вопрос что все равно за и за соцсетями надо следить чудо то есть получается что так же как и социальные сети ну вы сказали что за ними тоже надо следить и и за сайтом тоже ну в любом случае я нам тоже хочу дать ответ на этот вопрос да но в любом случае если у вас есть какая-то своя сеть своя страница за ними все равно надо будет следить все равно что-то надо делать то есть создать какой-то канал да и чтобы он сам по себе работал ну наверное так не получится мне кажется да вообще такого нет создать бизнес который сам потом тебя будет кормить мне кажется это из фантасти фантастики какой-то то есть понятно что там обучатели и продавцы счастья да они там говорят ты создал бизнес и он потом сам работает и потом ты там лежишь на канарах и загораешь под пальмой а бизнес тебя кормит но вы знаете вот в реальном мире в реальном мире по крайней мере в ветеринарном точно такого не бывает и я думаю что в области рекламы маркетинга от наверно таких нет наверно ситуация да когда ты создал канала он один раз создала он сужен тебя кормит такого наверно не туда очень сложно так сделать надо чтобы если ты создал и сделал какой-то пост чтобы он был очень популярный и он всегда был востребованный я таких услуг не знаю но на самом деле вот на старте если мы говорим про следить не обязательно постить каждый день какие-то новые посты что вот у нас там пришел там шпиц у нас там постригли кота у нас там вот такая-то история можно вот на первом этапе сосредоточиться именно на построение бизнеса своего но если мы говорим про клинику если про специалиста и про построение личного бренда ну наверное нет наверно это не про личный бренд это делать вот допустим сделали соцсеть сделали 10 постов например первое про услуги про ваш про то где вы находитесь про то кто вы такой если мы про отдельно специалиста про то как вам обратиться про то где вы находитесь и например прокиты акции и просто с периодичностью в раз там в две может раз в неделю делать новый пост на который вы хотите сделать акцент например что у вас там проходит новая акция и вот мы запустили там у нас появилось новое оборудование мы теперь делаем вот такую услугу то сделать соцсеть не ради там различение клиентов а ради показатель информацию они пришли скорее всего узнать про эту клинику что то то есть и им нужно показывать именно вот про эту клинику то что то что они могут это клинике получить обязательно делать какую-то информационную историю про как правильно что-то сделать со своим животным как его там профилактировать либо там как когда нужно сделать прививки от разных заболеваний а именно вот сосредоточиться на том чтобы показать какие функции может выполнить клиника для конкретного для людей которые пришли сюда мне кажется вот на этом можно сделать акцент вот на ю тубе ролики которые например делал там много лет назад они продолжают собирать аудиторию то есть это наверное то есть один раз залил что-то просмотры у меня например приходят клиенты пациенты с роликов которые там делал там три-четыре года назад они пишут отзывы там вопросы какие-то под ними но наверное это вот из того что я вот наблюдаю по своим с тем самым это наверное и статьи вы знаете на самом деле статьи то есть те статьи которые написал 15-20 лет назад по ним до сих пор приходят пациенты то есть вот наверное эту же опять же к сайту да все-таки потому что ну буквально недавно ну где-то не пару месяцев назад меня были клиенты которые приехали до салим по болезням печени да там мы обыскали весь русскоязычный интернет да и больше пошел там как раз с моей статьи то есть те статьи которые я написал там 15-20 лет назад они до сих пор работают наверное вот это такой рецепт мой до от меня что будет работать пожизненно и даже после вашей смерти реально но то есть это прям на самом деле реально единственное что будет работать после вашей смерти это ваши статьи то есть по вашим статьям вас будут находить потому что любой врач который пишет ну например по болезням диска а обращается к статьям хансона 50 там четвертого года да там то есть любой пишет там кто там хансон там взять там такая-то статья который был вообще на все четвертом году и всех ней обращаются да поэтому наверное если вы хотите один раз сделать и чтобы это работало на вас всю вашу жизнь это наверное все-таки статьи вот потому что любой кто начинает писать на эту же тему он вынужден обратиться к 1 ну грубо говоря первоисточником кто это сделал раньше и и это наверное работает да это не огромный поток каких-то клиентов но он постоянный он стойкий никогда не иссякающий и со временем на самом деле даже наоборот люди видят что ты там 20 лет написала назад написал эту статью и они тебе приходят просто понимаю что у тебя 20-летний опыт там ну у меня например до 20-летний опыт больше даже уже операции на по портосистемным шунтам и они вот на это смотрят и вот вот это наверное единственный такой но все равно придется что-то сделать придется сделать работу и статьи написать вот наверное вот ну а как по-вашему работает это нет или вас не было опыта это может сработать в каком случае вот например если мы говорим про отдельного специалиста либо отдельно узкой специализированную клинику например офтальмологическую либо которая специализируется на ортопедии либо которая делает операции которые вот связаны например с позвоночником только вот только и именно с ним либо делают только узи ну как какое-то определенное и вот в таком случае можно писать статьи которые узко специализированы и вас по таким статьям скорее всего найдут во первых специалисты из других городов которые себе вам поставят галочку что есть вот такой-то там эксперт который живет в таком-то городе что они специализируются именно на этой операции плюс еще по городу вы скорее все будете и известно если вы будете делать именно это и плюс люди которые будут искать эту проблему пример они обратились в какую-то клинику терапевту терапевт сказал извините мы тут такое не делаем но у нас есть но вы можете обратиться вот к этим вот к этой компании и к этой клинике либо к этим к этому эксперту который делает вот эти вот определенные вещи в таком случае статьи будут работать но опять же эта история будет вот про маленький-маленький трафик то есть там может один человек в месяц это прочитает и например будет там ну два клиента три клиента то есть если мы говорим про функционирование бизнеса как 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 приток клиентов эта история работает не работает если мы говорим про продвижение своей экспертизы и есть как бы есть деньги на поддержание текущей работы клиники и своей работы то как бы наверное да можно с этого тоже начинать и это в том числе делать но я соглашусь что такие статьи они полезны если вот как конкретно это делаешь услуги которые например мало кто делает в твоем городе то если ты делаешь такие статьи то люди возможно возможно их прочитают либо твои коллеги либо просто люди у которых есть животное и они сделают выбор скорее всего в пользу тебя потому что они уже увидят что ты вы не просто так как какая-то клиника либо какой-то специалист а ты в этом вопросе разбираешься и ты уже эксперт и скорее всего человек верит свое животное потому что животное тоже часть семьи поэтому я думаю люди будут выбирать в этом плане то есть это не работает на до массового клиента да но это работает в очень узких скажем так рамках но знаете на самом деле если но я не знаю ну с финансовой точки зрения на самом деле если подойти к этому до нас все таки сейчас про несколько все таки проекта разговор да то если к тебе приехала например 5 пациентов с удалением опухоли головного мозга в месяц да то это получается там ну там там 500 500 тысяч до 5 пациентов за месяц ну там 500 тысяч для того чтобы тебе заработать ту же самую сумму тебе надо кастрировать 250 котов понимаете поэтому 5 пациентов в месяц с опухолями мозга тебе точно приедут а 250 котов твою клинику на кастрацию точно не придут поэтому тут очень это это тоже очень важный ну такой вопрос да может быть лучше сделать 5 операций сложных до чем не сделать там тысячи простых потому что их просто физически нет ну просто нет физически там тысячи котов там в каком-то городе которые придут тебе там каждый месяц грубо говоря да там то есть это же тоже наверное важный момент но это наверное уже больше к тому какая у тебя модель бизнеса про специализацию для разных для разных моделей бизнеса разные подходы нужны конечно если ты маленький маленькая кабинет маленькая клиника то отзывы в соцсетях до перна первому месте отзывы вообще о клинике то есть чтобы они были чтобы они были на самых популярных местах а это обычно ищут на яндекс картах либо дубльгиз первое что что ищут но обычный сценарий стандартный как ищет человек услугу если он еще ее не ни разу не искал ветеринарную либо искал давно он заходит в поисковик набирает ветеринарная клиника открывает карту это либо дубльгиз либо яндекс карты и смотрит какая клиника рядом с ним находится он смотрит какие у нее отзывы и нажимает начинает нажимать на тех клинике в которых отзывы хорошие вот он их почитал вот это пробежал глазами так это вот вроде недалеко отзывы хорошие зашел на сайт перешел на сайт посмотрел если там услуга которую они оказывают посмотрел цену примерно прикинул что там вот есть какие-то картинки что можно понять что клиника там не так скажем нормального уровня ну то что она там все чистенько все красивенько и что там эту услугу окажут после этого он либо набирает либо закрывает сайт и ищет другую клинику то есть отзывы они первостепенные мне кажется при начале почему отзывы на яндекс картах и на том же добрый день вот ну в принципе сколько надо уже заканчивать потому что уже я хотел бы ставить вам спасибо большое то есть к вам можно обращаться до под видео будет ваши все координаты под этим да и к вам можно обращаться и вы можете помочь в создании сайта да правильно я понял скорее всего да если это именно то что нужно бизнес будет запросов но я повторюсь есть бесплатная вот я сделал бесплатные шаблоны и бесплатные инструкции к этим шаблоном вот на том же youtube канале там есть ссылки на сайт в обвец где можно сделать все самостоятельно то есть но все бесплатно для коммерческого использования сто процентов можно то есть никаких так не бы не будет проблем то есть можно прямо брать шаблоны посмотреть инструкцию как как с ними работать и допустим за недельку разобраться и сделать себе сайт самостоятельно либо посадить там какого-нибудь человека и из своей команды которая это сделает если есть на это время врачи это такое найти некоторые не могут диск делать архив и переслать ветра щи или найти постоянно очень часто ругаюсь там нужно специалисты врачи там удаляет опухоль мозга но обе сам пользоваться не умеют вернуты но и ребенок мастер-класс там проводит какой-то мастер-класса рассказывает как настроить о б.с. ну для того чтобы записать твою операцию и вот ветврачи это такое знаете то есть они могут лечить могут опухоль мозга удалить но какую-то простейшую программу там ну которая просто вот там такая нет 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 сложно это там не в состоянии освоить вообще поэтому это такое знаете ну для этого и нанимаю других людей если ты сам не можешь либо у тебя нет времени ты нанимаешь ты не можешь себе машину починить ты ее сдаешь в в авто мастерскую ты не можешь сам сделать ремонт дома ты заказываешь ремонт у людей которые это могут сделать это же индустрия услуг все все нормально ты умеешь делать определенные вещи ты делаешь не дать нам уметь делать все поэтому да я хочу все таки но с точки зрения понятно что кто-то делает бесплатно да и сможет сам но мне кажется все таки для большинства вид врачей наверное все таки нужен нужно чтобы кто-то это делал потому что ну как бы очень специфические люди ветра еще я бы так сказал знание компьютерные компьютеров для их сожалению для абсолютного большинства совершенно недоступна но это к сожалению на самом деле я даже ну про нашу клинику смотрю его тб сам не научиться пользоваться но десятилетний ребенок рассказывает как его настроить взрослый дядя там 35-40 лет он не знает на какую кнопку нажать реальности зато умеет опухоль удалить не сможет такие навыки да но рассказать про то как он удаляет опухоль он не может пойти и это какой-то замкнутый круг то есть он может удалить опухоль мозга он не может это снять он не может это показать он ничего не может но удалить может и это какой-то замкнутый круг вот я хочу его разрушить как раз этот круг поэтому мы собственно говоря и пытаемся это сделать как-то с вашей помощью вот так что спасибо вам большое за эфир вот да спасибо надеюсь что это было полезно для коллег тоже надеюсь да будет пользоваться информация да да спасибо большое до свидания до свидания